Друзья, сегодня у меня в гостях Юлия Солюлева, бизнес-коуч, налоговый консультант, старший партнер юридической фирмы GF Lawyer и партнер международного медийного холдинга Сафлгрупп. Юлия, спасибо большое, что ты сегодня наконец-то здесь. Я доехала, спасибо вам, что позвали. Наверное, будем на «ты» все-таки, да, потому что мы же в обычной жизни так общаемся. Очень интересная история. В намадах мы часто говорим о самом первом этапе и потом уже, когда идут раунды B, C, когда уже у стартапа или бизнеса все есть. А вот есть очень важный момент, о котором почему-то мы вслух никогда не говорили. Я считаю, это очень важное упущение сегодня. Мы именно об этом. О финансах, налогах и юридической составляющей. Что бизнеса, что стартапа. Когда об этом надо начинать думать? Хороший вопрос на самом деле, потому что очень много людей, очень много идей. И это идеи дальнейшего бизнеса. Но люди забывают думать об инфраструктуре. Ну, это я так называю, инфраструктуру любого бизнеса. И об этом даже, наверное, упустим сегодня именно с точки зрения финансов, потому что вы об этом очень много на самом деле в намадах говорите. Именно о налогах и юридической составляющей нужно думать до того, как вы что-то начали. То есть об этом нужно думать точно так же, как и об основной вашей идее, идее любого бизнеса. Потому что от этого зависит очень много. И в том числе, сколько финансов вам потом нужно привлечь в любом случае. Но при этом есть очень важная ремарка. Потому что, допустим, в GF Lawyer вы там специализируетесь на аутсорсинге для бизнесов и не обязательно крупных. Важная ремарка, друзья, сейчас это, ну, не то чтобы там дешево, но, скажем так, относительно недорого, как еще там, не знаю, 5-10 лет назад, в исключении на стартовом. Аутсорсинг, конечно. Нужно еще понимать такую вещь, что даже если вы берете штат, почему в аутсорсинге чаще всего именно малый и средний бизнес. То есть если вы берете большой штат юристов, это, конечно же, какие-то уже крупные компании. Малый и средний бизнес чаще всего могут нанять, позволить себе нанять только одного юриста. Один человек не знает всего. Это просто физически невозможно. Конечно же. То есть любой человек, вы нанимаете юриста, он сталкивается со всем. Он сталкивается с налогами, он может столкнуться с какой-то проблемой по недвижимости, с землей, с судами и так далее. И он не может быть компетентен во всех отраслях. Но это физически невозможно. В этом случае аутсорсинг, конечно же, лучше. Потому что когда вы обращаетесь уже в крупную, желательно, компанию, там юристы уже всех отраслей есть, и любой вопрос вам помогут закрыть. За меньшие деньги. То же самое касается и налогов. Конечно же. Бухгалтерии. Говоря налоги, я совсем простым языком говорю. Наверное, все-таки правильнее использовать термин ведения бухгалтерии в вашем бизнесе. Не совсем. Потому что бухгалтерский учет – это немножко разные вещи. Я юрист, я специализируюсь именно на налогах, но я не бухгалтер. Я никогда не была бухгалтером, не изучала. Ну, изучала когда-то, но не суть. Я именно налоговый юрист. И это совсем разные вещи. То есть когда вы планируете бизнес, вы планируете бизнес не только с точки зрения бухгалтерии. Бухгалтерия, скажем так, это уже потом составляющая, которая ведет вас вместе. Технический процесс. Технический процесс. А налоги вы планируете в самом начале. Сами. Как руководитель, как вообще идейный вдохновитель какой-то бизнеса и так далее. То есть налоги – это вообще мега важно, особенно в нашей стране. То есть вам нужно будет продумывать заранее. И у нас страна очень много дает всяких, например, таких, знаете, ништячков. Такие всякие преференции, всякие льготы и так далее. Мы же все не любим платить много, когда можно заплатить меньше, но законно. И об этом же можно тоже подумать заранее. Тогда очень важный вопрос. Мы в намадах этот момент, собственно, с самого начала обозначили. Да, наша бизнес-медиа родилась в Казахстане, но мы глобальный проект. И поэтому нас смотрят, собственно, по всему миру. Думать о юридических, финансовых и налоговых вопросах не только в своей юрисдикции. Или это мозг сломаешь на начальном этапе? Нет, не мозг сломаешь. Как с этим поступать? Это на самом деле тоже очень хорошо. Я смотрела, наверное, все ваши выпуски «Намадов». И вы говорите правильные вещи о том, что вы заранее, когда планируете бизнес, вы планируете его не точечно в какой-то стране. То есть вы предполагаете выход все равно на международный рынок. Здесь то же самое. То есть если вы изначально планируете выход на международный рынок, здесь вы тоже думаете, а может быть и вам не обязательно именно казахстанская компания. Может вам выбрать изначально другую юрисдикцию? Не только с точки зрения налогов, но и с точки зрения временного промежутка, с точки зрения каких-то льгот, именно общения, ну не будем санкции даже сейчас затрагивать, а общения вот с каким-то там с Евросоюзом или еще с чем-то. Может вам легче выбрать юрисдикцию тогда не Казахстана, а в Казахстане открыть филиал или какую-то дочернюю компанию. То есть создавать что-то типа холдинга изначально. Корпоративную структуру международного стартапа надо в этом смысле продумывать тоже на начальном этапе. Да. Если у вас есть такая перспектива выхода дальнейшего на какой-то рынок. А что будет, если этого не сделать? Я прям знаю, что немало кейсов, когда у ребят глаза горят, да, есть крутая какая-то фича. Даже получили первые ангельские деньги. И такие, а потом, оп. Смотрите, здесь, как в любом бизнесе, когда вы что-то начинаете, и вы, например, планируете что-то развивать только в Казахстане, да? Так. Вы что-то начинаете. Согласитесь, первый год, может быть, какое-то время, это самое такое хард-время вообще для бизнеса, когда идет само построение. Да. Вы отстроили и все. И потом вы осознаете, что нет, мы выходим на международный рынок. И что вы начинаете делать? Все заново. А-а-а. Именно с точки зрения не бизнес-идей, да, а с точки зрения построения бизнеса, построения оргструктуры, построения налоговой структуры компании. Вы начинаете все заново. Все с самого начала. Мошмар. Да. Представляете, опять, то есть вы все это переживаете опять. И зная, что вы опять там столкнетесь с какими-то проблемами, с какими-то препонами там государственных органов или еще чего-то, вы с этим тоже столкнете. Опять, сначала. А если ты об этом подумал заранее, то, может быть, тебе не обязательно все это реализовывать, но... Конечно. Ты как бы пережил, что называется. Согласитесь, бизнес, любой бизнес, он сначала появляется не в жизни, он сначала появляется на бумаге. Так. То есть у вас есть четкий план. У вас есть план. И причем, знаете, я всегда рисую план того, что компания уже есть, и она уже международная. Вот так вот. Я как будто описываю ее, ну, то вот видение, которое там или клиенты, или партнеры мне предлагают, или еще что-то. Я ее описала, вот как она есть. И тогда я смотрю, что мне необходимо пошагово, да. И потом я уже разбиваю вот эту вот глобальную на подзадачи. Тогда проще. И тогда, развивая, может быть, какой-то стартап или какую-то идею именно в Казахстане, можно уже смотреть на то, что я ее развиваю с точки зрения, что там я уже знаю, что у меня будет. Жусан Толи – это приложение для кассиров, интернет-банкинг и посттерминал. Вы принимаете платежи и продаете товары с помощью QR. Оплату картой или через QR с минимальной комиссией от 0,8%. Управляете онлайн своим счетом в Жусан Бизнес, платежами в приложении для кассиров и продаете в кредит и рассрочку. Вот это, кстати, новые возможности для ваших клиентов. Вы им продаете в рассрочку на 12 месяцев или в кредит на 24 месяца. Все это в Жусан Толи. Подробности и ссылка в описании. Мы ответили на то, что на стартовом этапе, пока компания еще небольшая, в аутсорсе, в принципе, все эти процессы можно ввести, и это стоит достаточно вменяемых денег. А если ты вот про эту думаешь историю, мы же все слышали, там, не знаю, из кино, вот эти бешеные гонорары американских юристов и так далее. А как, у нас здесь есть люди, которые могут тебе это сделать за вменяемые деньги? Здесь опять мы возвращаемся к вопросу направления, юристов направления. То есть, если мы говорим о стартапе, если мы говорим о разработке организационной и налоговой структуры, это одни люди, и на самом деле у нас достаточно квалифицированные есть специалисты, которые могут в этом помочь. То есть, я говорю сейчас не только о нашей компании, конечно же, я говорю в целом о Казахстане. То есть, есть налоговые консультанты, которые специализируются именно на международных направлениях. И они достаточно квалифицированы, они достаточно смогут. Здесь вопрос, опять же, из фильмов, какие вопросы юристы там закрывают. Если это потом судебные дела будут, конечно, будут юристы там. А если это будет первичная оргструктура, поверьте, специалистов нашей страны будет достаточно. Получается, сейчас можно ли экстраполировать эту историю на любую другую страну, где смотрят нас, наши подписчики? Даже если вы строите международный проект, можно и даже скорее нужно вот эти первые вопросы, связанные с международной историей, не там покупать, а как бы купить здесь, ну, себя на родине. Потому что, ну, у тебя человек рядом. Конечно. Ну, и давайте по-честному, кост там юриста или налогового консультанта в Казахстане, он все-таки значительно ниже, чем кост там налогового консультанта в Англии. Да. Ну, просто так же сравнение, да? У меня, знаете, у меня очень много таких вот, можно сказать, банальненьких историй, когда приходят люди именно вот с горящими глазами, с идеей, но, к сожалению, они приходят к нам уже после, совсем. То есть, они понимают, что у них есть идеи, им нужна компания, да? Они открывают компанию, сами где-то что-то, и потом приходят к нам, года через два. Приходят, рассказывают, вот у нас такая бизнес-идея, но они два года занимались именно построением именно своей идеи, развитием идеи, там, они искали партнеров или еще что-то. А на том пласте что происходило? А, да, ничего, в том-то и дело. Два года не происходило ничего. То есть, они открыли компанию, они что-то зарегистрировали, и все на этом. Но это неправильно. Да, и потом начинаем считать штрафы и расходы, что в первую очередь. Продумайте идею перед своими шагами. Можно я задам очень интересный вопрос? Марат в проекте это озвучил, или за кулисами как-то мы об этом говорили. Он говорит, как раз-таки открывать компанию лучше в самый последний момент. Абсолютно с ним согласна. Сначала вот это вот все, а он говорит, вот у нас почему-то. Сейчас мы начнем бизнес с того, что мы откроем. И ПТО, АО, не дай бог. Ну, АО еще попробуйте. Да, 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 да. Да, все так. А в первую очередь я часто спрашиваю, согласитесь, есть еще один такой нюанс, вот именно партнерство в бизнесе. Там два друга где-то на вечеринке что-то придумали. А, давай побежали, открыли ТОшку 50 на 50. Бизнес-идея то ли пошла, то ли не пошла, получили первые деньги, и началось. Да вы подумайте об этом заранее. Есть бизнес, а есть дружба. Ребята, это абсолютно разные вещи. Давайте друзей не терять и все оформлять на бумаге. У меня, к сожалению, такой опыт есть собственный, вот такого расставания с партнерами, поэтому... То есть партнерское какое-то соглашение, сделанное профессионалами, да и вообще многие другие вещи, сделанные профессионалами, это то же самое, как ты, ну не знаю, ты разрабатываешь сейчас во времена ноу-кода, правда, разработчики в мобильных приложениях, это уже не такая высшая каста, условно, фаундеры могут где-то сами там на сайте конструктора что-то собрать, но представим, что это какой-то технологический проект. Вот ты нанимаешь профессионалов, потому что ты не можешь их не нанять. А здесь почему-то в этих вопросах, типа, ай, почему? А потому что не верят, не доверяют. То есть на самом деле, а вот как выбрать специалиста? Вот такой рынок большой, вот у вас есть бизнес-идея, вы понимаете, что вам надо. Как выбрать? У нас, представляете, сколько выпускается юристов, так сказать, ежегодно. Как выбрать? Да. То есть понятно, что есть какие-то отзывы, есть какие-то там рейтинги даже, есть какие-то там номинации, есть какие-то сертификаты или еще что-то. Это практически полезный проект. Как выбрать? Да, как выбрать? Нет, ну вот вопрос, как выбрать? На самом деле, я говорила, конечно же, выбирайте в первую очередь специалиста профессионала, смотрите там и на отзывы, смотрите на его реальные дела, то есть на его реальные там победы где-то, еще что-то. Смотрите на это. И выбирайте человека, специалиста именно, который с вами будет на одной волне. Потому что это мега важно. Вы найдете юриста, вы найдете хорошего профессионала. На самом деле, еще раз повторюсь, что их достаточно в Казахстане. Но вы представляете, что человек не будет с вами на одной волне. Он не будет вас поддерживать в вашем бизнесе. Он не будет понимать вашего бизнеса. Он не будет понимать лично вас. Как с ним работать? Как доносить свою идею, чтобы этот человек потом эту идею отразил и на бумаге, и везде? Это же невозможно. То есть вы можете найти хорошего профессионала, но ищите своего человека. Вот это прямо очень. Вот такого в книжках почему-то не пишут. Это набивается шишками по жизни. Мы же как раз для того, чтобы эти шишки набивались поменьше у фаундеров проектов или у существующего бизнеса. Давай еще раз, пожалуйста, повторим, хотя мы об этом, наверное, всю программу говорим. Без этого никак. Это такая же кровь бизнеса. Да. Вам нужно думать не только о своей, может быть, даже гениальной идее. Именно потому что вы фаундер, вы обязаны об этом думать. Конечно. Любая мелочь, неправильный юрист, неправильный аутсорс, неправильный даже бухгалтер, он может испортить вашу гениальную идею. То есть она там может даже остановиться, не начавшись, если вы просто подобрали не тех людей. Это же реально проблема сейчас. Да. Но есть еще одна проблема, кстати, о которой можно тоже поговорить. Пожалуйста. Это вы уже нашли там и так далее. Аутсорсинг. В самом начале ты тоже говорил об этом. Да. Почему у нас не обращаются к аутсорсингам? Это тоже привычка такая, оттуда еще сабдепа, что человечек вот тут должен сидеть. Да, да, да. Как интересно. Да, вот рядом со мной он будет делать то, что я говорю. И они не думают, что у этого человечка, который вот здесь вот рядом сидит, у него же тоже взгляд замыливается. То есть он сидит там, каким-то контрактиками своими занимается, и у него сужается вообще кругозор. У любого специалиста это должен быть большой кругозор. И он сужается. А им нужно, нет, вот здесь вот рядом, хорошим. Вот, кстати, ты меня сейчас подвела к очень интересному вопросу. В какой-то момент, именно исходя из практических кейсов, я знаю, что есть ряд компаний, которые росли вместе с вами. Но они оставались с вами. Да. А там на их стороне у них появлялись в штате люди? Вот как вот это происходит? Такое еще существует взаимодействие? Вы знаете, у нас был такой кейс. Да, это была строительная компания, которая к нам обратилась как раз на стартапе идеи, еще до регистрации ТО даже. Но это редкость. Вот, они к нам обратились, и позже у них в штате появился, появилось даже два юриста. Но они занимались, знаете, текучкой, когда они уже построили дома, продавали квартиры. То есть это вот, мы их дятлами, если честно называем, которые вот набивают. То есть они занимались вот такой вот текущей работой, контрактами или еще чем-то. А мы уже дальше продолжали вместе развивать бизнес и там строить новые структуры и подразделения и еще что-то. То есть такое тоже возможно. И получается, что в итоге аутсорс, это не всегда какая-то маленькая история, это наоборот. Вот, собственно, и это не только сейчас касается там отраска, о которой мы говорим. Вообще аутсорс как таковой. Любые взаимоотношения, аутсорс это такое же партнерское взаимоотношение, как любые другие в бизнесе. То есть это партнерское взаимоотношение точно так же развивается. То есть развивается ваш бизнес, развивается ваше взаимоотношение с аутсорсерами. Они могут меняться. То есть когда вы были маленьким стартапом, это может быть был комплексный аутсорсинг. Потом это может быть аутсорсинг каких-то конкретных задач и вопросов или еще чего-то. Ну то есть это на самом деле люди, которые, представляете, с вами там десятки лет прошли от самого... И которые знают вашу боль больше, чем вы сами. Потому что они ее от вас закрывают. Они делают все, чтобы вы могли заниматься именно своей идеей, своим бизнесом и не отвлекаться на какие-то такие вопросы. И финальный вопрос сегодняшней встречи. Может быть на каком-то практическом кейсе. Просто я сегодняшний выпуск именно этому в итоге и посвящаю. А что будет, если как бы вот этого не будет? То есть вплоть до... До всего. Ваша идея провалится. На самом деле это очень часто встречающее. Возникнут долги и так далее. Да, возникнут долги, возникнут проблемы с госорганами, проблемы с управлением государственных доходов. Да, там не дай бог таможня или еще что-то. И вы будете заниматься уже вот этими вопросами, а не развивать свою бизнес-идею. То есть вы будете терять время. Да. Вы будете терять время, вы будете терять деньги. Да. Все? А зачем тогда бизнес? Совершенно верно. Я думаю, что наши беседы первые, но не последние. Потому что мы сегодня в таком, ну в хронологическом порядке. Мы начнем с простых вещей. Хотя хотел поговорить уже о таких каких-то более серьезных вещах. Но мне кажется, это нужно каждый раз делать отдельный выпуск. Так что я надеюсь, что мы еще увидимся. Я с удовольствием приду еще раз. Спасибо. Друзья, спасибо вам большое. Сегодня с нами была Юлия Солюлева, налоговый консультант, старший партнер юридической фирмы GFR, партнер холдинга Сафлгрупп и бизнес-коуч. Это важно, потому что не просто человек, который понимает нужды бизнеса, потому что сама является предпринимательницей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.